и друзья четверг 29 июня с утра у меня урок был группа там ну можно сказать заканчивается да поскольку я у них уже там трудоустройство читаю такой есть раздел у нас из пяти занятий там в группе человек 120 и значит смотрю я они 40 человек присутствует вот на уроке причем это тенденция такая знаете вот когда доходит до поиска работы куда-то они деваются вот если там обычный технический вопрос какой-то там по профессии что народу гораздо больше там может быть вдвое больше и странно и ну как же но вот вроде бы казалось бы важные вопросы там и все и я бы ребята говорю а как же вот где же они говорят а вот сейчас там параллельно идет группа новая началась то что по-русски пока что идет вот многие туда значит от от отваливают я ну хорошо а все-таки работают искать как ну может быть есть какое-то ощущение у людей и там уверенность какая что они знают как я не знаю я например убеждаюсь постоянно что вот ты им рассказываешь как и раз рассказываешь и два рассказываешь и десять раз рассказывать и в итоге они совершают самые грубые ошибки против которых ты много раз предупреждал я вот как-то пришел к мысли о том что люди думают что успех от того что ты знаешь что чего другие не знают ну вот что то такое это узнал какую-то внутреннюю информацию там какие-то такие трюки знаете вот и всех обошел на повороте вы значит и получил что-то они нет но на самом деле вот я я понимаю что дело не в этом вы можете людей учить и учить они еще экзамены будут сдавать и вроде так то должны проявить что они узнали так сказать поняли освоили материал какой-то но в итоге они вопрос не при не применяют вот хороший пример это 10 заповедей ну если мы так в современный мир да перенесем 10 заповеди ну чисто такие религиозные убрать оставить такие по жизни там не укради не убить там вот не прелюбодействуя не там не уже свидетельство и ну такие простые вещи и мы увидим что у нас даже вот на уровне этих даже не десяти господи каких-то в десяти но сколько там остается уже да вот даже на уровне там этих шести-семи заповедей проблемы колоссально то есть не укради а глянь что у тебя на компьютере стоит какой софтвер на дороге я вроде не ворую ну да ты не воруешь да молодец вот значит казалось ну даже там залез в дом у кого-то вытащил там из-под кровати нет ну вот так воруешь значит пользуешься нелицензированным там и так далее поэтому я уж не говорю там другие какие-то еще ну да вроде мы не убиваем никого с одной стороны а с другой стороны посмотреть как миллионы людей значит может своей рукой и не убивают а зато ходят и поддерживают когда другие убивают ну в общем чем говорить конечно таких условиях то какой миссия придет но сами подумайте всего попросили то чуть-чуть и никто не может я возвращаюсь к поиску работы но есть какие-то вещи пойти и вроде чек понял да вот так и понял да понял расскажи пересказал вот все молодец а дальше надо сделать и вот разница между понял выучил и пошел и сделал это как разница между небом и землей то есть вы можете чего-то как бы понять как бы ну где-то прочитал и вроде бы ну подачу и понял да я понял это когда пошел и сделал и правильно сделал вот тогда ты понял вот это то же самое что человек допустим там учился в университете там чему-то есть на программировать а потом вот лет пять там поработал а еще и в хорошей компании вот тогда понял вот тогда он понял реально понял он и других научить может еще что-то такое придумать что там может не каждый придумает и так далее то есть это не не потому что ты экзамен сдал вот все эти вот бумажки сертификации дипломы филькина грамота до тех пор пока ты не пошел не поработал поэтому все и хотят чтобы поработавший бы человек с опытом так что вот это вот уверенность что если у тебя есть бумажка или ты там просто отсидел там где-то в классе отсидел то мы проходили доброты освоил ничего не освоил ты не освоил до тех пор пока ты не пошел и не сделал правильно вот вот такая такая более сложная штука получается понимаете вот когда я вижу а я же как я как рекрутера захожу я вижу профайл там наших студентов я про других не говорю они как бы не обязаны знать но вот мои то я же их учу и рассказываю это вроде простые вещи ну например у нас есть такое если ты про файл там на дайси вот ты как его создал значит сразу включишься ко мне и говоришь есть профайл посмотрите есть там много много правил как его создавать но в конце концов ну допустим ты тут на портачил там на портачил я понимаю это бывает сложно первый раз делаешь там столько всего ну постучался я могу вот тут 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 поправил все поправил я убедился в том что выходит наверху ну все вот все пожалуйста вот теперь у тебя вместо двух дурных звонков в неделю тебя допустим там 8 10 норма ну там не все нормально в день не не стучится не говорит посмотри когда против ну что ж такое то уже проще то куда давайте поэтому как это да чтобы спереди погладить надо сзади полизать играйте марочка то не приклеится если не полизать поэтому вот здесь я почему об этом говорю вроде какие-то примитивные вещи но упирается все в самые примитивные вещи люди обламываются и делают черт знает что и жизнь свою уродуют калечат и так далее нет не потому что они чего-то крутого не знают такого что вот остальные этого не допустим не сайт а ты знаешь не они обламываются от того что самые простые самые базовые вещи уже проще которых нет ничего они не делают но какие шансы человека на успех если он самого базового самого фундаментального такого что ведет абсолютно провалу сразу вот если он не избегает этого если он делает абсолютно провальные вещи вместо того чтобы там отойти в сторону их не так много этих абсолютно провальный но не так много но не делай вот вот это не делай а делай вот это это ну что же его ну такая жизнь поэтому поэтому жизнь такая для кого-то простая вот тот кто понял вот эти вещи да у него проще получается результат те кто это понял они например очень умело могут мошенничать до разводить тех кто не в состоянии делать простые базовые вещи вот они со всех сторон тут вот ну откуда есть вот эти вот которые мошенничают ну потому что есть вот эти вот которые не в состоянии делать самые базовые вещи они просто создали вот эту питательную среду на которой вот сеть микробы нехорошие растут без них ничего бы не было ладно друзья значит это напишите как микрофончиком я уж тут пытаюсь как то я не знаю всем я думал что если он ближе ближе к устам моим этот микрофончик так может быть меньше будет шум от машины слышно я не знаю ой не знаю будем что-нибудь придумать дальше может то присоветует вот там у нас разбирается может там в камерах в звуках я не знаю мне конечно подозрение что эта камера которая там какой-то лимит стоит поэтому если там какой-то посторонний звук пошел то мой голос становится тише до чтобы баланс удержать наверное из-за этого но как с этим бороться там может узнает скажите счастливо